Сименс активно принимает участие в цифровизации нашей жизни, особенно промышленности, и начинает он с себя. И вот на эту тему я хотел бы показать сначала короткий видеоролик, отняв 5 минут из своей презентации. Сименс активно принимает участие в цифровизации нашей жизни. В первую очередь, то есть это прецизионные двигатели. Значит, интересно то, что мы выпускаем порядка 30 тысяч модификаций этих моторов различных. И, собственно говоря, это и подвигло нас к тому, чтобы попытаться дигитализировать или оцифровать собственную фабрику. Значит, на самом деле, ребята к этому делу, я был на этом заводе, я смотрел, как это все делается, ребята к этому делу подошли очень прагматично. В первую очередь, они оцифровали, естественно, детали. Второе, что они сделали, они получили цифровые двойники ряда станков, не всех станков, из 32 станков установленных. На заводе они получили цифровую модель только четырех станков. Но это были ключевые станки, которые имели самое важное значение или имеют самое важное значение в производстве. И это ключевые станки, которые очень часто переналаживаются. Что меня еще поразило на этом заводе, это отсутствие панели управления на станках щипов. То есть, частично они есть, но есть уже две ячейки, где нет просто панели управления, а есть единая панель цеха, так называемая. То есть, все данные находятся где-то в облаке, и из этого облака управляющие программы или другие какие-то данные перегружаются в тот или иной станок по команде начальника цеха. То есть, оператор, на самом деле функция оператора резко снижается, или функциональность оператора резко снижается. И там я, кстати, увидел в работе впервые, как это называется, аддитивные технологии. Вот здесь вы видите как раз это то, что наш продукт, он полностью цифровой, то есть у нас отсутствует как таковое понятие документации. В бумаге ничего не существует. Дальше мы видим, что эту деталь мы начинаем технологически оцифровывать, то есть мы делаем весь процесс или создаем процесс обработки технологической этой детали. Ну и, собственно говоря, и контроль качества, и сборка, она тоже ведет ход управления вот этой системой, единой системой, которая контролирует и деталь, и технологические процессы. То есть, мы здесь не говорим о простом мониторинге данных, мы говорим о том, что это единое пространство, единое программное, в данном случае, пространство, которое позволяет контролировать весь процесс одновременно. То есть, мы одновременно видим состояние дел и конструктивной детали, и технологической обработки детали, и измерительного процесса. Но, к сожалению, у меня не получилось так прокомментировать, как там за экраном. Никто комментировал. Вот это вот, да. Тогда давайте попробуем. Спасибо. Итак, у меня осталось сколько? Действительно? Да. Замечательно. Сегодня говорили о том, насколько эффективна или неэффективна цифровизация. С моей точки зрения, никто просто так в мире, в России, в Европе, в Америке, не знаю, в Китае, не будет платить за цифровизацию, не будет туда инвестировать. Если они не будут понимать, что будет отдача, да. Основные подачи, основные требования сегодняшние на рынке, да, мы все знаем прекрасно. Это скорость вывода продукта на рынок. Это гибкость, то есть это индивидуализация при массовом производстве. Это качество, то есть это снижение, там, брака, скажем, да, 0,000, 0,000, в общем и так далее, процента и это эффективность. Мало того, цифровизация, она вызывает к жизни новые бизнес-модели. И это мы поняли за последние три года, когда мы очень активно продвигаем эту тему на рынке. Четыре года, с 2017 года. Поэтому, про бизнес-модели чуть позже. Поэтому в результате мы пришли к выводу о том, что цифровизация какого-то одного этапа жизнедеятельности изделия, она неэффективна. И наша цель и наша идеология заключается в том, что мы цифровизуем весь цикл жизни продукта. Начинаем мы с темы разработка продукта, потом мы переходим к разработке технологии, как я уже говорил. Потом мы говорим о подготовке в запуск производства, затем мы говорим о собственном производстве продукта и дальнейшем сопровождении этого продукта в течение всей жизни. И вот эту всю цифровую цепочку мы преобразуем в некий программный цифровой двойник, который позволяет нам в дальнейшем иметь все данные об этом продукте в течение всей его жизни. Итак, первый вариант или первый этап это, собственно говоря, виртуализация или оцифровка именно продукта. Для этого мы имеем кучу продуктов, которые уже сегодня используются в дискретной промышленности и в непрерывных процессах. В данном случае, вы видите, речь идет о конструировании, моделировании, верификации цифрового двойника продукта, включающего его механические свойства, мультифизические системы, электрика и программное обеспечение, ну если мы говорим про автомобиль, про самолет или про станок, то же самое станок щеку. Вторым этапом идет, с нашей точки зрения, это, собственно говоря, виртуализация производства. Это когда мы продукт из конструирования, от конструкторов, из фазы проектирования передаем технологам, и технологи в той же программной среде разрабатывают, собственно говоря, как мы эту деталь будем обрабатывать, как мы это изделие будем собирать, в том числе, как будут взаимодействовать отдельные элементы, например, два робота или 40 роботов, как будут взаимодействовать роботы и люди. Дальше весь этот, вся эта идеология переходит в реальное производство, и там мы тоже знаем, что и как делать, да, все, я надеюсь, вы видели или встречались со станками на базе систем ЧПУ и приводов фирмы Сименс, но самое главное, что то, о чем здесь говорили, мониторинг, информация о простое станков и так далее, мы это предлагаем здесь, и это та часть большой, так сказать, цифровизации, да, то есть мы говорим о большом и серьезном мероприятии, скажем так, а не только о каких-то отдельных элементах. Ну и наконец мы говорим о том, что из производства выходит уже готовый реальный продукт, и этот реальный продукт тоже подлежит цифровому сервису, это очень важно. И вообще на сервис начинает делаться акцент, сервис занимает в общей стоимости продукта все большую и большую стоимость. Что нам это всем дает? На самом деле это нам дает возможность контролировать ситуацию в любую точку времени, ситуацию на всей технологической цепочке. То бишь, мы можем в любой момент среагировать и внести изменения в конструктив изделия, без каких-либо больших инвестиций и в конструкторскую, и в технологическую часть, только за счет того, что у нас все данные имеются всегда в распоряжении всех участников технологического процесса. В данном случае мы говорим о том, что это тема облачных технологий, это не совсем IOT, то есть интернет вещей, это интернет вещей и что такое облачные, мы тоже, наверное, все знают. И, наконец, мы говорим о том, что вот это самое использование, ну, собственно, в этом я уже сказал, использование единой платформы данных позволяет нам в любой момент корректировать в любой точке технологического процесса возникающие ошибки. Что бы я хотел добавить уже, так сказать, не из области технологии, а из области практики? Еще раз, мы начали с себя. Мы понимаем, что есть две разные вещи. Есть вещь, например, Greenfield, да, это производство совершенно с чистого листа, там можно многое придумать, есть Браунфилд, вот завод в одной штате, это действующее производство, которое мы не останавливали. Собственно говоря, почему вообще начался процесс цифровизации? Потому что те самые четыре критерия, о которых мы говорили, то есть гибкость, скорость, качество и эффективность, сотрудники завода пришли к выводу, что дальше классическими средствами повышать технологии, повышать скорость, гибкость и так далее невозможно. Только поэтому мы сами взяли себя оцифровывать. Это первый пункт. Второй пункт. Мы прекрасно понимаем, что сразу все сделать нельзя, поэтому я и сказал, что из 32 станков, которые на сегодня там есть на этом заводе, четыре станка имеют цифровой двойник, полный цифровой двойник, с кинематикой совсем. И все остальные имеют такой квази-цифровой двойник, то есть это 3D-проекция, которая может показывать, в принципе, как станок работает, как обрабатывается деталь, но при этом она не учитывает свойства той самой гинематики и так далее. Но на данном этапе заводу просто больше и не надо. Когда это потребуется, когда это станет интересным, тогда это будет реализовано. А сейчас, то есть абсолютно прагматический подход. Кстати, что касается работы через облако, то там тоже преследуется абсолютно прагматический подход, в том плане, что в облако грузится не все подряд, а только те данные, которые необходимы в настоящий момент производству, которые производство в состоянии анализировать. Одна из самых больших проблем сегодняшних, что данных очень много, а что с ними делать, мы не знаем. Почему? Потому что станкостроители, автомобилестроители, авиастроители и так далее, это не аналитики данных. Это совсем другая профессия, анализ данных. И вот такое подразделение появилось у нас на заводе. Эти ребята занимаются анализом данных, и только то, что необходимо производству на данный момент, оно грузится в облако, и там производится этот самый анализ. Собственно говоря, чтобы я еще хотел сказать, да, этот завод в принципе открыт, то есть мы можем организовать туда экскурсии для наших заказчиков, для наших партнеров, поэтому если у кого-то есть интерес, всегда можете подойти на стенд фирмы «Сименс» во втором павильоне, прямо рядом с нашими коллегами из ВНУКа, и попробовать посмотреть и обсудить, например, такие тоже вопросы. Ну и вообще там, ребята, ответить на любые другие интересные для вас вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!